Визит представителей СМИ в Узбекистан продолжился в Самарканде, один из древнейших городов мира и один из самых посещаемых городов страны. Буквально в прошлом году среди бесконечного потока туристов были 3 миллиона казахстанцев. Также в Самарканде расположен первый в Центральной Азии международный университет, который готовит специалистов в сфере туризма. В нашем традиционном пятничном сюжете предлагаю окунуться в атмосферу исторического места. История, история, история. Куда ни прикоснись, всюду ощущается величие. Зеркало мира, жемчужина востока, да какие только имена не придумывали Самарканду, но ни одно из них не передаст подлинную красоту этого практически вечного города. Наши встречники с Хана, захват Александра Македонского, набеги варваров, да кто только не пытался покуситься на Самарканд. Успешно, впрочем. Но важно подчеркнуть ровно два факта. Во-первых, каждый из захватчиков всегда считался с этим городом и неизменно делал его столицей. А во-вторых, все, кто захватывал Самарканд, остались лишь на страницах истории, а город стоит, как ни в чем не бывало. При этом уже много сотен лет влюбляет в себя все больше и больше людей. Миллионы туристов в год приезжают сюда просто, чтобы проникнуться духом города, пропитаться его исторической значимостью. Недаром Самарканд вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если взять именно первое полугодие с января по июнь текущего года, то Самарканд посетил около миллион сто тысяч туристов. Основной поток составляют как международные, так и внутренние туристы. Если брать международных граждан, то это составляет, прежде всего, граждане Франции, Германии, Италии, а также России, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Один из самых посещаемых архитектурных ансамблей города – площадь Регистан. Здесь, к примеру, расположены три медресе. Они построены в разные эпохи, и каждая входит в список ЮНЕСКО. Все, что их объединяет – это особый восточный стиль. Стены и башни украшены мозаикой, мрамором, майоликой. Кстати, особое место в истории Самарканда занимает наш соотечественник, известный казахский полководец Желантоз Бахадур. Желантоз Бахадур – личность очень известная. За 44 года его правление в Самарканде построили около ста зданий. Некоторые дошли до наших дней. Кстати, по его инициативе было построено две мечети. Например, эту он построил на собственные средства. Особая атмосфера на площади Регистан появляется под покровом звездного неба. Здесь проводят различные выставки, другие культурные мероприятия. Ночью жизнь в Самарканде вообще особенная. С 1997-го раз в два года здесь проходит международный фестиваль искусств. В город приезжают творческие коллективы более чем из 70 стран мира. Кстати, в этом году фестиваль должен был пройти в 12-й раз, но вмешалась пандемия. В итоге мероприятие перенесли. Но, несмотря на это, место пропитано особой духовной атмосферой, и музыка здесь не стихает. Еще одна значимая личность для Самарканда – это Эмир Тимир. Его мечтой было сделать из Самарканда столицу мира. И надо сказать, что желание частично исполнилось, судя по количеству туристов. Кроме того, практически в первозданном виде сохранился мавзолей, который Эмир Тимир строил для своего внука, а позже был похоронен сам – его учителя, сыновья и внук. Кроме мавзолея, к слову, активно в Самарканде посещают мечеть Бибиханум, обсерваторию Улукбека, могилу Святого Данилы, Сиапский базар. А буквально в 13 километрах от города, в деревне Кенигиль, уже много лет практикуют совершенно уникальную технологию по производству шелковой бумаги и ильяного масла. Местные мастера буквально все делают вручную. Также журналисты посетили Международный университет. Он первый в Центральной Азии, где начали готовить профессионалов в сфере туризма. Представители СМИ во время визита ознакомились с материально-технической базой вуза. Надо сказать, что наш университет активно сотрудничает с университетом туризма и гостеприимства, который был в прошлом году открыт и в городе Туркестане. У нас очень много совместных проектов по организации так называемых cross-border туристических туров. Это значит, когда туристы, которые приезжают в Казахстан, имеют возможность посетить и туристические объекты. Стоит отметить, что в прошлом году Самарканд посетили около трех миллионов казахстанцев. А с начала 2021-го туристами в древнейший город отправились уже более одного миллиона наших соотечественников.